Руководители регионов будут нести личную ответственность за реализацию программы по переселению из аварийного жилья. Об этом заявили чиновники на совещании с участием полпреда президента в ПФО Михаила Бабича. Как обстоит дело с расселением аварийных домов в Саратовской области, выяснила наша съемочная группа. Неприглядные фасады даже в центре города – это то, чем Саратов печально знаменит. Такие барачного типа здания и вывели регион на пятое место в России по количеству аварийного жилья. К сегодняшнему дню по программе переселения новые квартиры получили свыше 10 тысяч жителей области. До 2017-го предстоит переселить в два раза больше. Темпы зависят от того, как работают чиновники на местах, говорят на совещании при полпреде президента Михаила Бабича. Не нужно давать на бюджетных деньгах наживаться спекулянтам, когда нам говорят, нужно больше денег, цена рыночная выше. Мы говорим, что вот Саратовская область за счет своей государственной компании, в которой нет задачи зарабатывать дикие прибыли, строит жилье для расселения аварийного жилья. Это очень положительный, хороший пример. На совещании говорят и о недочетах. В этом году регион входит в график переселения с отставанием, но связывают это с технологией строительства. К концу года, обещают областные чиновники, выйдут на запланированные показатели. Есть вопросы к региону и по сносу уже расселенных аварийных домов. Старые здания нужно убирать гораздо быстрее и строить на их месте новые. Еще один недостаток – у муниципалитетов часто не хватает денег на софинансирование программы переселения. Но срывы ее не допустят и будут искать средства в бюджетах всех уровней. Услышать и те, может быть, новшества, и те предложения, и те замечания – это очень полезно. Потому что полезно это в сравнении, полезно в сравнении внутри себя, потому что те, какие есть замечания, их надо оперативно устранять. И надо сказать, что вся эта повестка, она прежде всего саккумулирована и сконцентрирована на жителях. Со своей стороны, федеральные чиновники обещают помочь. Размер субсидий Саратовской области за квадратный метр жилья по программе переселения может быть увеличен. Сам проект будет продолжен даже после официального завершения программы, которая произойдет через два года. В 2017-м будут снова искать деньги на расселение аварийного фонда. У регионов будет возможность сейчас понять те правила, те требования, по которым будет продолжаться программа расселения аварийного жилья с 2017-го года. В 2015-м году все регионы должны будут сформировать реестры того жилья, которое является аварийным с 2012-го года. То есть в 2015-м году это будет сформировано, у правительства появится возможность посчитать свои ресурсы, регионов появится возможность посчитать ресурсы, для того, чтобы с 2017-го года мы без остановки дальше продолжали эту программу. Но сначала нужно завершить программу переселения, как было запланировано. Для регионов, где сроки будут нарушены, введут штрафы. За сутки по рассрочке 5000 рублей, за предоставление искаженной информации 500 тысяч. На сайте Министерства строительства размещена информация о дате расселения каждого дома, вошедшего в программу. Если сроки нарушены, жители могут пожаловаться на недобросовестных чиновников.